Реликвия Энергичная задорная полька, кокетливо развиваются ленточки на шляпах, взлетает кружева на бархатных юбках. Рядом стайка юных зрителей смотрит во все глаза. Ниточка детского любопытства словно пуповина, которой скреплено новое поколение со своим родом. Их прадеды принесли с собой на башкирскую землю обычаи своих предков. И хотя сейчас немецкий язык эти мальчишки и девчонки изучают как иностранный, в Благоварском районе еще довольно сильны традиции немецкого этноса. Крепкий, аккуратный дом в селе Алексеевка. Именно здесь живет Роза Мария Мак. К ней нас привело желание запечатлеть обряд домашнего католического крещения, который обещала показать нам радушная хозяйка. Это знание передается в их семье по женской линии. Мама и бабушка Роза Ивановна приобщали к церкви детей и взрослых в те времена, когда официально религия была запрещена. Еще будучи маленькой девочкой, она запомнила главные элементы таинства. Во время священодействия в комнате рядом с ребенком, принимающим крещение, находится крестная Кейтель и крестный Петрих. Все присутствующие должны быть в рубашках либо накидках белого цвета. В отличие от православной традиции, новообращенного католика не окунают в святую воду, а лишь окропляют ею в голову. Данил, я дарю тебе, Данил, второй номер Вальдемоар. У Розы Марии хранятся старинные книги издания начала 20 века и даже конца 19-го. Мало кто из нового поколения сможет легко прочесть эти ветхие страницы. Здесь большинство книг написано на готическом шрифте. Раньше здесь и преподавались это, изучали этот готический шрифт и учились по этому шрифту. Мы уже в школе старой латинского образца. Отличаются, буквы отличаются, но все равно читать можно. Это книга очень старинная, он как книга-песенник. А что значит, получается здесь и молитва, и песня, а как это сочеталось? Молитвы читают, потом песни поют, потом опять что-то читают, опять это поют. Песни какие-то восхваляющие Бога? И восхваляющие Бога, есть песни посвященные разным событиям. В этом доме очень бережно относятся к своей истории. Под самой крышей у Розы Ивановны настоящая сокровищница. Здесь хранятся предметы и мебель, которым более полувека. Например, вот это кресло изготовил еще отец Роза Мария. А вафельницу в начале 20 века, во время переселения, привезла бабушка нашей хозяйки. Она чугунная и весит больше 10 килограммов точно. Эта вафельница в числе другого нехитрого имущества лежала в обозе, когда прадед Роза Мария Петр Моор в 1906 году вместе с другими русскими немцами в поисках лучшей доли уехал с Украины и поселился на башкирской земле. Роза Мария Петр Моор в 1906 году вместе с другими русскими немцами Петр Моор в 1906 году вместе с другими русскими немцами много позже переименованы в Алексеевку. Не было ни жилья, ничего. Клочок земли каждому выделили. Строили землянки, в землянках жили. Потом уже стали здесь деревню строить, обустраивать деревню. Здесь землянков переселились. А вообще мама моя, она в землянке родилась еще, она в 1925 году родилась. Немцы всегда славились своим трудолюбием и аккуратностью. Начав с нуля, люди смогли поднять хозяйство. Разводили скотину, птицу, привезли новую для этих мест культуру – кукурузу и фасоль. Разводили сады, сажали деревья. До сих пор шелестят те тополя. Их стволам уже более ста лет. Сейчас под их сенью укрылся храм Успения Девы Марии. Римскую католическую церковь здесь построили лет 15 назад. Конфессиональная замкнутость немецкого населения тоже помогла сохранить в иноэтническом окружении национальную самобытность. Кроме католической веры, распространение получило лютеранство. Так, его община компактно проживает в Пришиве. Это село, кроме того, является административным и духовно-культурным центром немцев региона. Где же еще, как не здесь, можно больше узнать об этом этносе, его самых вкусных особенностях. Для нас хозяева согласились показать процесс приготовления национального блюда – ливерной колбасы. А как по-немецки будет колбаса ливерная? Ливовашт. Это какое-то праздничное, да, блюдо? Не на празднике, когда режут. Сперва отваривается ливер, сердце, почки, голову, а потом мясо пропускается через мясорубку. Сейчас добавляем специи. Добавляется соль, добавляется перец, добавляется чеснок. У нас уже фарш готов, теперь какой этап следующий? Следующий мы делаем колбасу. А что это за станок у нас? Это станок специально для приготовления колбас. Что теперь делаем? Опускаем фарш сюда. О, а это пресс, он тяжелый, да? Да. И надо еще придерживать для того, чтобы воздух там не оставался. Ой, дырочка там. Чтобы плотная была колбаса. А вот эта оболочка, что это? Это свиные кишки. Также, когда зимой режут свиней, кишки оставляют. Потом их очень тщательно прочищают, промывают, засаливают. И на конце завязывают. Причем завязывают, обычно делают колбасу всей семьей. И детям предоставляется возможность, единственная роль, которую могут здесь сыграть дети, это завязать ниточку. Вы знаете, это целый праздник. Во всяком случае, в мое детство мы стояли в очереди для того, чтобы эту ниточку завязать в начале, а потом еще дождаться конца и завязать еще в конце. Причем один завязывал ниточку, а второй готовил. Надо было нужной длины отмерить, отрезать. И готовили. Вот сейчас ты завяжешь, вот тебе уже следующее наготове. Вот так происходило. А вот такой станок, он есть в каждом доме? Сейчас таким пользуется или это уже раритет забытый? Нет, это мы пользуемся таким. Он, конечно, намного лучше новых, современных бытовых приборов. Он у нас остается у наших старожилов. Мы, знаешь, просим. Это тоже целый праздник. Дети ездят за ним. Зимой на саночках возили. Тоже вот мое детство. Мы привезем, пока там мама помоет его. И мы по очереди тоже, когда отец там этот, мы можем немножко помочь. Так же потом для нас это было праздником, его обратно... То есть издавна он был в единственном экземпляре в деревне, да? Да, да, да. Ой, а можно я немножечко тоже попробую? Хорошо. А сильно нужно нажимать? А, вы хотите нажимать? Да, я хочу нажимать. У меня тоже получается. Вы хорошая ученица. И у вас талантливые учителя. И когда она уже практически закончилась, я на все провернусь. Потом завязывается. Ага. Такой узелочек, да? А уже потом завязывается узелочек. Завязать нужно крепко и хотя бы на дубик. Сейчас наша колбаса практически готова. Она своего рода полуфабрикат. Сейчас мы будем ее окунать в кипяток. И после того, как она немножко у нас остынет, она готова к употреблению. Пойдемте. До скольки считать надо? Давайте до 10. До 10. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Готово. И готовый продукт у нас сейчас. А ее в горячем виде употребляют? Нет. Ее надо дать ей остыть, чтобы она застыла. И она готова к употреблению в любом виде. Сейчас русских немцев в регионе стало гораздо меньше, чем полвека назад. С 90-х годов началось массовое переселение в Германию. Однако немало и тех, кто считают своей родиной башкирскую землю и не стремятся уезжать в Европу. При этом они бережно хранят традиции своих предков, язык и культуру. Уникальную, богатую и красивую. Готово. 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 Субтитры подогнал «Симон»